Выйти на свободу из заключения раньше можно, достаточно отбыть половину назначенного срока и иметь хорошую характеристику, тогда можно претендовать на условно-досрочное освобождение. Но зачастую именно с дисциплиной у осужденных возникают проблемы, однако и эта задача решаема. Сотрудниками УФС Бараси по республике Мордовию совместно с отделом собственной безопасности регионального ФСИН пресечена противоправная деятельность 37-летнего жителя Московской области, причастного к даче взятки руководителю одного из исправительных учреждений. Четвертью миллиона рублей мужчина пытался подкупить в Рио начальника 17-й исправительной колонии мордовского УФСИН Ивана Журавлева. Деньги предназначались за подготовку положительных материалов для оформления документов на условно-досрочное освобождение знакомому фигуранту, иностранному гражданину, отбывающему наказание за незаконный оборот наркотических средств. Гражданина соседнего государства приговорили к 10 годам лишения свободы. Решение суда вступило в законную силу в июне 2017 года. Ему также зачли в срок нахождения в СИЗО 9 месяцев. В 2020 году в апреле иностранец попал в мордовскую колонию. Отсадев больше половины срока, он мог подать ходатайство на УДО, но с хорошей характеристикой его шанс на положительный исход мог бы быть удвоен. Тогда в дело вступил таинственный защитник, 37-летний уроженец из Зубово-Полянского района, бывший старший оперуполомочный по Одинцовскому району Москвы Олег Басалаев. Блюститель закона был уволен из полиции в 2022 году за растрату и приговорен к штрафу. Удостоверение сотрудника Олег должен был сдать, но не сделал этого, так и пользовался им. Собственно, Журавлеву он так и представился. И сделал коммерческое предложение, выходящее за рамки Уголовного кодекса России. Однако сотрудник исправительной колонии, действовавший в рамках оперативно-розыскных мероприятий, от получения денежных средств отказался. Сделка Журавлевым прошла в служебном кабинете последнего 13 ноября. 250 тысяч рублей пятитысячными купюрами Олег Басалаев спрятал в пачку из-под сигарет. Вся операция проходила под контролем чекистов. Как только в Рио начальника получил взятку, зашли сотрудники УФСБ. В настоящее время судом по ходатайству следственных органов в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Анастасия Есемушева, программа «Происшествие».